Ну, например, мне очень нравится проект Тура Ван Баллина, это бельгийский художник. Он взаимодействовал с городскими службами. Городские службы объявили, столкнулись со следующей проблемой. Наверное, каждая городская служба имеет эти проблемы. Голуби гадят на скульптуры, фасады, загаживают. И нужно что-то с этим делать. Кроме того, что голуби являются разносчиками болезней. Тур Ван Баллин – художник, который работает с синтетической биологией. Он придумал такой ход. Он сконструировал определенную генетическую последовательность, которую встроил бактерию. И получил такой йогурт. Ну, что-то йогуртоподобную жидкость. Если он кормит голубей этой йогуртоподобной жидкостью, у них изменяется метаболизм. И они начинают фекалить моющими средствами. И тогда городским службам остается только приехать к загаженному памятнику, условно говоря, тайдом или какими-то моющими средствами. И обдать этот изгаженный памятник или фасад струей воды. Это пример современной работы биоартиста. Второй пример, тоже очень красивый, на мой взгляд. Это пример шведско-норвежской художницы Сесилии Йонсон. Там вообще как таковой науки нет. Там есть только технология. Она работает с плацентой. Плацента, мы знаем, это такой очень интересный орган, который не в полной мере принадлежит ни ребенку, ни маме. И после родов плацента выходит наружу и, как правило, используется в качестве биологических отходов. Что сделала эта художница? Она заключила договор с родильными домами, в результате которого собрала 40 килограмм плаценты. А специфика этой плаценты заключается в том, что она содержит огромное, просто невероятное большое количество железа. И дальше она выпарила эту плаценту, поехала к своему знакомому кузнецу, который работает, настоящий норвежский кузнец, который работает, использует средневековые технологии ковки. И он из этой плаценты выпарил и выковал, такое большое количество железа там было, да, целую стрелку, железную стрелку для компаса. В качестве метафорического обоснования этой стрелки художница использует как стрелку для компаса в своей инсталляции. Она говорит нам о материнском потенциале, который направляет нас, подобно компас, нас по жизни, да. Ну и третий проект, чтобы вспомнить. Ну, пожалуй, классическое такое произведение, гуру технологического искусства, австралийского художника Стелларка. Художник вырастил у себя на предплечье третье ухо. Это очень известный проект, ему много лет, но Стеллар – настоящая звезда. Это ухо не слышит. Оно может работать в качестве приема передатчика. Оно функционирует как модем, интернет-модем. И при этом динамики врощены в нижнюю челюсть Стелларка. Таким образом Стелларк связывается с любым своим коллегой, который может находиться где угодно, и слышит у себя в голове голос этого человека, с которым он разговаривает. А теперь обратите внимание, вы можете слышать из его уст, если он откроет свой рот, голос не только самого Стелларка, но и того человека, с которым Стелларк находится на связи. Таким образом Стелларк переосмысляет понятие медиума. Ну, то самое средневековое «я слышу какие-то там голоса». Здесь эта идея реализуется, идея новой коммуникации, она реализуется на новом технологическом носителе. Стелларк называет эти технологии альтернативная скульптура тела. Мы можем вспомнить, как в традиционном искусстве миф работал, ну, допустим, миф Ван Гога, который отрезал, как говорит нам миф, мочку уха. Он избавлялся. Вот если модернистское искусство избавлялось от ненужного, будь то уши, носы и тому подобное прочее, то современное искусство наращивает мощности больше ушей, больше глаз, больше знаний, больше когнитивности. Так с нами разговаривает современное капиталистическое общество. Будь умней, беги вместе со всеми, и тогда ты будешь успешен. Ни в коем случае не упади на диван. Субтитры создавал DimaTorzok